Были в поликлиниках, были в больницах, встречались с больными, осмотрели ситуацию по очередям, которые имеются. Более того, благодаря пропаганде донорства крови удалось спасти немало человеческих жизней. Также в 2013 году в Оренбурге полностью обновлен автопарк скорой помощи. Теперь в распоряжении больниц машины с самым современным оборудованием. Кроме того, отремонтированы больницы. В Орске и Оренбурге построены два новых центра гемодиализа. И это лишь малая часть проделанной работы. Целый ряд городских лечебных учреждений задействованы в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Общий пакет социальных услуг не только сохранен, но и увеличен. На социальные выплаты было направлено 129 миллионов рублей. К примеру, малоимущим семьям было бесплатно выделено 50 тысяч пачек сухих смесей для кормления детей. Пенсионерам предоставлены карты проезда в общественном транспорте. Однако есть и проблемы. По-прежнему не хватает детских поликлиник. В районе мертвого города в Оренбурге работает всего одна – на улице Просторной. Эти и другие проблемы старейшины обсудили с заместителем главы города Оренбурга Андреем Шевченко и депутатом Оренбургского городского совета Виктором Камневым. На сегодняшний день власти города пытаются решить эту проблему. Если в двух словах подытожить, как прошел 2013 год для города Оренбурга и начался 2014, нужно сказать, что все существующие целевые программы, а вы знаете, что в основном деятельность администрации строится в рамках тех или иных целевых программ, которые проходят утверждения на городском совете и в администрации города, прошло стопроцентное их исполнение. Иван Бер, Константин Воробьев. Наше время.